Давайте для начала я представлю наших гостей, вернее попрошу, чтобы они представились сами вкратце, кто у нас здесь сегодня выступает в роли экспертов и кому вы сегодня сможете задавать все свои наборевшие вопросы про трафик. Екатерина Шенкевич. Всем привет, меня зовут Екатерина Шенкевич, я представляю партнерскую сеть CPA Exchange. Что ты можешь рассказать нам про трафик? Что ты знаешь лучше всего? Твои самые высокие компетенции? Ох, хороший вопрос, на самом деле. Ну, наверное, много всего. Ну, скажем так, мы занимаемся белой частью и у нас такой пока присутствует романтический порыв, что CPA можно делать по-честному, с правильными рекламодателями и генеря качественный трафик. Поэтому мы стараемся это делать из разных каналов. Ну и, собственно, на этом пути возникает много-много разных проблем. Я могу долго говорить? Мы о них проговорим еще. Да, давай мы Мишу приставим, у него уже руки чешутся, ты посмотри, микрофон забрать. Да, Михаил Горкнов, сейчас, по сути, независимый консультант. До недавнего времени как раз конкурировал с Катей в CPA. Последние три года работаю на стороне рекламодателей, а сейчас стал просто консультантом по маркетингу для интернет-магазинов e-commerce. Ну, в принципе, компетенции широкие, так как приходится все задачи решать. Но основное – это лидогенерация, то, что это как раз и CPA, как сделать так, чтобы получить максимальный конверсионный трафик. Миша у нас сегодня от лица людей из зала, основных наших сегодняшних посетителей. То есть он за вас, ребята. Да, я, наверное, единственный, кто не представляет здесь сервис сейчас. Так что я буду защищать вашу сторону. Давай выступим микрофон Коле. Добрый вечер. Меня зовут Николай Липкин. Я здесь и сейчас представляю компанию Artics Internet Solutions. Но, скажем так, не всю свою карьеру я работал на стороне агентства. И поэтому знаю подход к поиску трафика из той, с той стороны. Собственно, поделюсь и про контекст, и про соцсети. И еще один. Мы обсуждали одну тему интересную. Хорошо. Леша? Да, привет. Я сегодня представлял все-таки сервис. Некоторые, на самом деле, руководители нескольких проектов в холдинге, там, SEO-пульта. У меня TrustLink, LinkFit, UpToLike, Intarget, еще много всего. А у меня хобби такое вот. Я исследую вообще все инструменты, которые есть на рынке. Я покупаю весь абсолютно софт, который выходит. Смотрю, как это работает, арбитражу, много всего делаю. То есть у меня кейсов именно практических достаточно много. Вот. И Лена. Любимица публики, Лена Торшина. Всем привет. Меня зовут Торшина, Лена. На чем я специализируюсь? Когда всем надоедает там SEO-контекст, да, и все хотят каких-то извращений креативных, все хотят креативных форматов, деловых публикаций в деловой прессе, каких-то там извращений с ютуберами, мотиваторов. Вот все приходят ко мне. Ну, не все, конечно, конечно, не все. И я, короче, делаю разные креативные, классные, прикольные размещения, которые, соответственно, тоже дают очень большой охват, дают трафик на сайт. Последнее время почему-то так получилось, что специализируюсь я со мной на малышах. То есть какие-то крупные там миллионники, да, Кока-Колы со мной не работают. Ко мне приходят малыши, которым нужны какие-то земные посильные вещи, за земные посильные деньги. Вот. И очень много приходит москвичей. Поэтому вот малыши, москвичи и креативные извращения – это, короче, мои вещи. Итак, а теперь настало время вам представиться, ребята. Давайте, пожалуйста, чтобы мы понимали, с кем мы сегодня разговариваем, поднимите руки в ответ на несколько наших скромных вопросов. Миш. Ты хочешь, чтобы я? Ну, давай. Но давайте мы это узнаем. У нас, в принципе, есть три категории. Те, которые являются рекламодателями, агентствами и все остальные. Давайте вот кто, прямой рекламодатель, поднимите, пожалуйста, руки. А кто здесь представляет агентство? А все остальные поднимите, пожалуйста, руки и скажите, кто вы. Все остальные сервисы, что ли, я так понимаю, да? Частные специалисты еще, может. Ну, это все-таки представители, которые работают на рекламодателей в большей степени. То есть, если агентство все-таки больше внешнее, чаще всего консультанты, они внутрь очень глубоко заходят. А вот консультанты вот здесь есть, кто консультирует частным образом клиентов, нет? Слушайте, ну вот, честно, вот не первая конференция, сколько задаю вопрос, почему-то половина зала не поднимает руки. Вы боитесь, что мы о вас узнаем что-то такое? Яндекс, Гугл, Фейсбук и все остальные знают вас только, что книгу напишут. Ну, просто, опять же, чем больше мы понимаем вас, тем лучше будут вопросы. У меня, на самом деле, первый вопрос, с которого мы начнем наше обсуждение, так сразу, чтобы завести аудиторию. Ребята, где не стоит брать трафик никогда и ни при каких условиях? Начнем с Трошака. Где никогда и ни за что нельзя покупать трафик, потому что он вам ничего не даст, это унылое говнище и нельзя его использовать. Вот, прозвучала реплика, что в RTB. Он нам из зала поддержку окажет, да? На ведомостях. На ведомостях? Прямо так капитально приложила. Хорошо, еще варианты. RTB, ведомости. Мне кажется, что нет такого трафика, который нельзя покупать. Мне кажется, что любой трафик можно монетизировать. Вопрос, под какую категорию рекламодателей, это вопрос креатива. Там, где есть люди, можно научиться их монетизировать. Вопрос, как с ними взаимодействовать. Можно я дополню? Просто я согласен с Катей в этом плане. Здесь взять можно ножик, в руках шеф-повара это инструмент, а в темной подворотне это аргумент. Так что это очень важно, как ты инструментом пользуешься. Даже порно-трафик на Западе, его если перепаковать правильно, то он тоже может принести. Очень интересный кейс. Я не помню, кто его сказал мне. Можно перебить. Когда это было? Порно-трафик – это вообще самый лучший трафик. Он у нас прекрасно работает. А вот нас посетил своим присутствием. И на теме порно-трафика входит Денис Кучумов. Аплодисменты, аплодисменты. Присаживайся, мы оставили тебе местечко. Порно-трафик, да. В порно-трафик один человек, в общем, один магазин, продающий шины, в момент, когда шина менялся, он разместил рекламу, а ты сменил резину. Очень хорошо сработалось в этом. Я не понял, кто мне рассказал этот кейс. Очень хорошо работает. У нас Тинькофф делает, рекламирует кредиты. Там вам женщина не дала, а Тинькофф даст. Так что вопрос к трафику. Важно, не какой трафик, не конвертируется, не конвертируется, а как ты умеешь работать с ним. Денис тоже сейчас ответит. А Денис нам сначала представится для аудитории. Денис, скажи нам кратко, кто ты, что ты, что ты больше всего, что ты знаешь лучше всего о трафике. Я ничего не знаю о трафике. Главный аналитик компании Advection. А тот, кто любит кибермаркетинг, я думаю, меня и так знает. Мне достаточно забавно слышать от людей историю, что у них там порно-трафик конвертится. При этом они-то хоть сами пытались кредиты Тинькоффа конвертить на любом трафике. Это вот такие забавные мемы, которые ходят и говорят, вот у нас там порно-трафик конвертится, а у нас там вот это вот конвертится. Ну, достаточно сложная ситуация, если представить себе, что мужчина с женщиной находятся в взаимодействии, и как будет относиться мужчина, если в самый ответственный момент женщина ему начнет какую-то телегу вгонять. Я думаю, что вряд ли там высокая конверсия будет, или он может там пообещает, но ничего не купит. Вот это примерно история про это же самое. Я думаю, потом стыдно станет, он купит. Стыдно станет? Ты много мужчин знаешь, которые из чувства стыда что-то покупают? Вот мне кажется, вряд ли. Тут история просто достаточно простая, что этого трафика много, он достаточно дешевый, и его пытаются переупаковать в разные истории. То есть мы знаем, например, достаточно легализованный развлекательный трафик, который там собирался всякими непотребными способами на фишках нет, потом складировался на утро.ру, а потом его как премиальный продавали на РБК. Какая прелесть. Вот, собственно, вот это классическая модель, когда ты дешевый трафик через 2-3 прослойки нагреваешь, и он, когда продается как премиальный, и вот там его обогащают на каждой ступени, тогда, наверное, он будет каким-то образом конвертироваться. Давайте я немножко добавлю, и вообще русло переведем в другую сторону, потому что как бы у нас люди пришли послушать вообще, как бы им получить что-то, а мы говорим, что порнуха не работает. Это несколько странно. Она работает, работает хорошо, и работала всегда, и была двигателем. Двигателем чего? Всего. Нет, но есть какие-то определенные вещи, которые действительно, наверное, запускают. А есть еще такая иллюзия, что там порноиндустрия, это такая индустрия, в которой там есть большие деньги. Да, там нет иллюзий, там все реально, там смотришь на картинку, но все работает. Ну вот именно в контексте картинки оно действительно работает, а в контексте продаж, то там как-то сложнее. Я просто секунду, вы немножко чуть-чуть опоздали, я хотел два слова сказать. Спикеры говорили до этого про одну простую вещь, что вот да, вот там трафик этот работает, можно конвертировать, хорошо, он конвертируется, ништяк, но это дорого. То есть мы давайте будем вот в реалиях вообще среднего интернет-бизнеса, маленьких магазинов, у людей продажи какие-то и так далее. Давайте будем говорить какие-то определенные кейсы, действительно кейсы нормальные, не то, что вот я открутил. Давай, начинай. кейсы. Отлично, отличный заход. Меня зовут Леша. Так, нет. Да, я вчера продал то-то-то на таком-таком трафике. Я не знаю, у меня сходу там, ну я мало пробовал как бы в арбитраже, то есть я совершенно профант. Да, при чем тут арбитраж? Ну ты же с трафиком работаешь? Давай кейсы. Да, с трафиком работать. Кейсы, ну как простые, вот по одноценту могу рассказать, много всяких вещей. Ну, там не знаю, вы пробовали вконтакте лить хотя бы по группам вообще? по людям по одному это заклик. Понятно? Да. Круто. Да, вот. Ну давай, кейс какой-то с этим. Вот мы было так-то, сделали то-то, стало так-то. Есть? Кейс, на самом деле про группу, вот могу сказать кейс. Первое, что если вы покупаете паблики, в посты пабликах во многих, сейчас ситуация дошла до того, что действительно рынок арбитражников выжиг историю с пабликами. Даже если вы там с помощью всяких инструментов найдете правильный паблик с хорошей живой аудиторией, если вы не продумаете историю самого поста интересного, если вы не сделаете его так, чтобы он пересекал ваш продукт с этой конкретной, этой аудиторией, конкретного этого паблика, если вы не придумаете механику для этого паблика, чтобы подогреть интерес, он у вас как статическая статья работать не будет. Ну, это понятно, это само собой, конечно, нужно сделать клево креатива, это понятно, написать крутую статью там продающую, да, и паблики ВКонтакте тоже, да. Нет, нет, там не просто продающая статья, там если ты вот постишь определенной тематике паблик, да, то у тебя должно быть пересечение, каким образом интерес этого паблика взаимодействует с твоим конкретным продуктом. Но могу привести простой пример. Когда еще закупались ссылки в массовых объемах в статьях и не было фактора связанного с кликабельностью, да, что ссылка должна быть кликабельной, Миролинксу я пришел и сказал, ребят, смотрите, очень простая вещь, с новостника ссылки работают лучше, потому что если вы под тематику новости вкрячиваете конкретно ключевик, который становится кликабельным, они мне не поверили, запустили эксперимент, и через два месяца у них появился новостной пакет, который был заточен, потому что никто не знал еще про кликабельность тогда, и у них эти ссылки работали дальше. Аналогичная история, если ты берешь паблик, берешь его в определенную тематику, ты не делаешь просто продающую статью, ты делаешь статью, которая связана с твоим, не знаю, носки ты продаешь, да, ты продаешь аудитории молодых мамочек, да, у тебя должны быть рассказы про носки для молодых мамочек с решением конкретной проблемы. Мне кажется, это простые вещи, очевидно, можно я расскажу, у меня есть два крутых кейса, вот дай бог, чтобы они были полезны, тут сядут наверняка же не там супералюминиевые заводы, которые там Путину что-нибудь выплавляют, а какие-нибудь, вот сто процентов какие-нибудь маленькие, средние брендики, магазинчики, я расскажу вам два крутых кейса, которые вот за последние, наверное, пару месяцев меня просто супер вдохновили, может кому-то будет полезно. Первый кейс, я просто чуть с ума не сошла от баннера, который мне дал один процент конверсии, я в лучшие времена баннера не видела, чтобы они так работали. Рассказываю, что я вообще баннеры не покупаю давно, потому что они стоят дорого, дают дебильные какие-то идиотские клики, вот, и, ну, я не люблю медийку. Короче, что я сделала? Я пришла на мой любимый Силикон Рус, кто работает с IT-тематикой, стартаперы, диджиталы, наверное, знают Силикон Рус, теперь он в ВС. Я купила у них статью, вот, и купила у них баннер, баннер был именной. Я попросила ребят из техподдержки Интаргета сделать не так, чтобы, когда человек заходил и видел мой баннер, ему показывалось, привет, Аня Зимина, мы тебя узнали, хочешь так же круто узнавать нас? Они меня не определили, кстати. Поэтому они тебе показали, привет, королева Елизавета, обознаться так же там, ставь там то-то. Я получила, у меня открутилось 80 тысяч показов, я получила 200 установок вот этого вот Интаргета. Это одна, это там, ну, больше даже одной конверсии баннера. У людей реально рвет крышу, когда они видят на баннере свое лицо и свое имя, фамилию. Вот. Это меня вдохновило. Это стоило абсолютно постельных денег, там, не сотен тысяч, да. И второй кейс очень клевый. Правда, он уже немного устарел, потому что цены поднялись. Вот. Я разместила у Лены Мирома моего любимого ресурса в ЖЖ, который мне всегда в 100% случаев моих размещений я 100% получаю оттуда продажи, у меня 100% окупаются посты у нее. Окупаемая реклама, я такое, ну, я такое редко вижу, правда. Короче, я разместила у нее пост про ресторанчик московский. Я смогла впрыгнуть в выходящий поезд и взяла это там, ну, это большой секрет, надеюсь, никто не сольет меня, Ленни Миро. Я взяла это за 20 тысяч рублей. Я взяла за 20... О, блин. Помолчи, Заря. Короче, я купила это за 20 тысяч рублей, когда это стоило 30 тысяч рублей. Оттуда было человек 150, ну, поток вот этих людей, да, в ресторанчик, мы там это замеряли промокодами, херодами там. Короче, свыше 150 пришло людей от нее, и этот пост прочитал человек, который должен был 5 тысяч рублей моим рестораторам, ему стало стыдно, он пришел, еще 5 тысяч рублей им отдал. В итоге пост мне стоил 15 тысяч рублей, и оттуда пришло там свыше 150 человек. Вот это меня вдохновило, это круто, и если бы я, я как бы всегда говорю людям, что такие вещи, которые я бы сама купила за свои деньги, если бы у меня был какой-то продукт, стартап, да, я его продвигала, вот на что бы я точно сто процентов, стопудово потратила свои деньги. Вот, я просто рассказала пару таких вещей, могу их много рассказывать, но, наверное, кто-то еще хочет высказаться о крутых кейсах. А давайте мы за вас спросим, кто бы на что точно потратил бы деньги. Вот есть деньги на рекламу, куда в первую очередь пойдете? Варианты? В тизерке. Отлично. Аня. Кто еще за тизерки? Что-то мало народу. Значит, есть какой-то другой, более популярный вариант. Давай вот зададим вопрос. Мы вот тему затронули, конечно, Лена сказала, что персонализация, профилирование, сегментирование это базовый такой вопрос. Но давайте зададим вопрос аудитории. У кого есть более-менее четко описанный профиль клиентов? Не в голове, не там мальчики, девочки 25-45 лет, а вот четкий, описывающий более-менее конкретного человека. У кого такой профиль есть на бумажке или в электронном виде? Зачем прям вот описывающий конкретного человека? Ну, не описывающий, а прям совсем, чтобы можно было представить себе этого хотя бы. Я тебе секрет открою. Не у многих больших-то компаний это есть. Я согласен. Просто вопрос-то в том, что это базовая вещь, но многие говорят, кому вы да продаете рекламу? Раньше был ответ всем. О, там, кого продаете что-либо? Всем. Что продаете? Все. Это не сильно изменилось. То есть персонализация, хоть это и базовая вещь, но мало кто это делает. Ребят, хватит прыгать с темы на тему. У нас вопрос, я очень хочу вовлечь людей уже наконец, тут сидим такие умненькие, сцели на постаменте, и, значит, вещаем. Ты выйди тогда в народ. У нас стоят здесь два микрофона, я все хочу, надеюсь, что люди их задействуют, потому что я весь день здесь бегаю с микрофоном между вами. Вот выйдите уже кто-нибудь сюда, скажите, пожалуйста, какой трафик вы хотите покупать в первую очередь? Есть деньги на рекламу, куда вы пойдете их тратить? В первую очередь, потому что вы знаете, что это хорошо работает. У кого что хорошо работает? Пока кроме тизерок ничего не прозвучало. Контекстная реклама. Прекрасно. А тут вот у нас есть товарищи из Авито, которые весь региональный рынок рвут просто по количеству входящего трафика для многих в регионах. Уже точка входа не является Яндекс, а является Авито. Дима, скажи, пожалуйста. Ну, конечно же, люди придут на Авито за трафиком. Ну, вот скажи, пожалуйста, у вас много маленьких магазинщиков приходят и там в небольшом городке покупают размещение, в вашем же режиме? Очень много. Прям вот их за этот год безумно выросло. Ну, а ты в штуках можешь озвучить? В штуках не могу озвучить, но много. Давай вот там типа сотни тысяч. Сотни тысяч. А сколько денег они тратят? Ну, средний, маленький. Ну, они маленькие. Это вот сам себе предприниматель. Вот тут вот я там что-то купил в Китае. Вот мне тут сын помогает это все развозить. Ну, то есть вот такого уровня. Это рекламодатели маленькие, но вот их очень-очень много. Ну, а сколько он тратит денег-то в месяц? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть сколько? Пятьсот рублей? Тысяча рублей в год? Десять тысяч? Ну, типа там тысяча рублей в месяц, там две тысячи, три тысячи. Ну, то есть вот там до десяти. Окей. А он дальше включается в историю под названием там другие ваш инвентарь попробовать? Или он как статично в прайс-лист загрузился? И там у вас… Слушай, ну вот мы тут сравнивали там с другими коллегами по рынку, и там получается интересная история. То есть большинство таких вот рекламодателей, они где-то там месяцев через девять отмирают. Потом годы через два-три они приходят с новой идеей. А те, кто выживают, они начинают свой бизнес масштабировать, то есть они, видимо, там как-то налаживают бизнесовый кусок, и дальше они там новый инвентарь, новый инвентарь, ну и вырастают в какие-то уже там вменяемые магазины, где там уже, там, собственно, владелец, он там больше занимается стратегией, у него там сидят наемные менеджеры, которые что-то делают. А они не делятся информацией, а куда они еще там деньги инвестируют по рекламе? Ну пока они как-то очень так это боятся, но мы работаем над тем, чтобы они делились и рассказывали. Да. Отлично. Ура. Раз, раз. Добрый день. У меня как раз про Авито и трафик. Мы закупали трафик на Авито. Это компания-фабрика по пошиву школьной формы. Нам клиент с Авито обходился меньше рубля. Клиент. Конкретно клиент, который приходил, покупал школьную форму за 5-6 тысяч рублей. Меньше рубля. Нет, мы не аффилированы, мы даже не знакомы. А вы легально там размещались или вы там всякие софты по спаму Авито использовали? Нет, мы просто зарегистрировались на Авито, полгода бодались с их службой поддержки, чтобы они промодерировали и допустили нас к рекламе, потому как они сказали, вы не интернет-магазин, вы офлайн-магазин, который хотите у нас рекламироваться. И извините, мы так не работаем. И огромное спасибо, что они именно в августе, за месяц до начала учебного года, разрешили нам продаваться и буквально за 5 тысяч рублей Авито остановило производство, потому как клиентов поперло столько, что люди не успевали шить. Это региональный небольшой проект. А вы в одном регионе локализованы или в нескольких городах? Мы, ну как, мы новый регион, мы локализованы были в Крыму, и, ну, абсолютно не об этом речь, просто у нас вот была локация. А там не получилась история, что за 5 тысяч рублей пришел какой-то госчиновник, сказал, говорит, ребята, вы выиграли тендер, и теперь у вас там вот такое счастье. Вы точно уверены, что на каждого там человека пришедшего вы получили, ну, отдельные продажи? Мы уверены в этом, потому что люди, которые приходили, это не были школы, это были родители, которые конкретно говорили, мы искали форму, мы услышали про сайт Авито, о нем никогда никто не слышал в Крыму. Это вот, ну, это абсолютный новый сайт, вот он появился, и он сразу забрал большинство мелкого частного трафика у всех поисковых систем. И мы вначале пошли туда за трафиком, и полностью отработали всю бизнес-модель. А как вы теперь собираетесь дальше-то двигаться? Вот при такой эффективности, вы же теперь что-нибудь попробуете, скажут, там везде мошенники, мы за рубль больше нигде получить не можем, счастье. Ну, конкретно в данном кейсе нам двигаться дальше, это просто развивать региональные представительства и отрабатывать те запросы, потому что мальчик возрастом до 10 лет рвет одну рубашку в неделю. Родители, купившие форму определенного установленного стандарта, они уже купили ее, они не пойдут ее искать куда-то. Они чуть ли не по предзаказам нам вот раз в неделю вот такой вот просто шейте, и все будет окей. А сколько у вас рубашка стоит? Рубашка стоит? А давайте дадим слово человеку, который расскажет, как круто льется трафик из Ютуба, дешево и круто. Мы тут просто сейчас застрянем на часы, по-моему, давай дадим, расскажет человек про Ютуб. Подождите секундочку, мы обратили внимание на Авито и поняли, что оттуда можно гнать клевый дешевый трафик. Есть у кого-то еще такие же кейсы в зале? Или может быть есть кейсы противоположные, что там дело что-то на Авито очень пошло? У меня кейс есть про Авито, еще один. Давай. Да, привет. Чтобы ты еще раз раскраснелся сильнее. Есть такая вот кейс, такой Виктор Федорович называется. Это человек, который прорабом в свое время был, а потом на пенсии сидит, человек, ему нечего делать. И когда у вас появился раздел услуги, он начал арбитражить. Но он не знает это слово и до сих пор, дело все просто, обстояло. Он находил людей, которые заказывали и которые, собственно, это делали. И он приезжал просто на место с бригадой, с непонятной, которых вообще не знал, в первый раз видел людей в лицо и продавал их в три раза дороже на месте. То есть есть объявление, просто человеку надо, у него металлоконструкция какая-то обрушилась, и он ищет очень дешевое объявление, то есть он их всех обзванивал, с ним общался, но у него есть компетенция, опыт в этом плане. Привозил их на место, делал свою работу, и человек просто условно зарабатывал больше, чем в своей жизни вообще когда-либо. То есть даже когда он мог выносить вот эти вот тонны цемента и так далее. Ну да, это вот просто, это жизнь. Жизнь подавита. Вот люди так зарабатывают сейчас, и это работает. Это вот кейс такой, это бесплатная реклама, как бы, ну там даже рекламы нет никакой. Спасибо. Уважаемые эксперты, хотелось бы узнать ваше мнение о трафике платным соцсетей. Конкретно два вида. Это баннерная реклама, ну ВКонтакте, например, или в Фейсбуке. И промо-посты, совершенно верно, которые можно там с биржи купить, например, ВКонтакте. Есть ли какой-то опыт, эффективно ли это? Ой. Два, я назвал два. Промо-посты и баннеры. А вы, как у вас про что? Услуга или товар? Туризм. Туризм? Ну, мы делали для маленькой туристической компании, вообще никому неизвестно из-за этого времени, ТГБшки ВКонтакте запускали на очень узко сегментированную аудиторию. Там в какой-то момент можно было ее выцеплять очень дешево. То есть был период, когда там никто очень узко не таргетировался. Это сейчас все уже по-хорошему знают, что можно взять там и наделать себе этих маленьких узеньких таргетингов буквально там по 200 человек. Вот тогда так того не было, и можно было сделать дешево. Но сейчас я, если честно, не знаю, ребята. Можно сделать дешево? Хорошо работает ремаркетинг. Если вы настроите нормальное сегментирование, то ремаркетинг дает очень… Ну, опять же, здесь важно, что ремаркетинг очень сильно завязан на вашу посещаемость сайта. Если у вас посещаемость хорошая, он, соответственно, вам будет давать, соответственно, еще и хороший результат. А если нет посещаемости, Лен? Ну, тогда… Если это e-commerce, а тот же туризм – это… Туризм – это тоже e-commerce. Он продает через интернет. То есть e-commerce – это все, что продает товар или услуги, это не только интернет-магазины. Если трафик более-менее серьезный, там, далек от развлекательного, чем серьезнее, тем его сложнее продавать. То есть есть вещи, которые там могут продаваться. Можно ли? Хватит мыслью по требуру стекаться. Можно, можно. Можно дешево. Конечно, можно, можно. Я в Facebook обязательно… Facebook, реклама в ленте, обязательно включаю в каждый свой там бюджетный план, креативный план любому там клиенту. Да, но посмотрите, вот у вас туристическая тематика. Посмотрите, авиасейлс не вылазит из ленты в Facebook. Они постоянно крутят рекламу там, но они не дураки, наверное, да? Но авиасейлс точно не дураки и знают, откуда там подсасывать трафик. Аня, дай, пожалуйста, микрофон. Это реклама на бренд. Авиасейлс – это совсем массовое такое, это все покупают билеты, абсолютно все. У нас туры в Кению, в Эквадор, там, в Перу. Вот это как раскрутить? Ну, обязательно в Facebook. Там самая не тупая аудитория, по-моему, сидит, какая есть в соцсетях. Да, они с какими-то необычными вкусами, увлечениями. Обязательно в Facebook. Тем более, если вам москвичи нужны, то из Facebook вообще вылазить не надо. Обязательно. Конечно, там клик уже в Москве вырос. Если вы на всю Россию торгуете, то там как бы круче переходы идут. В Москве, потому что там уже все реклама забито. Вот. Но Facebook, я говорю, я включаю лично в каждый свой план Facebook. У меня туда клики идут там от 5 рублей до 40 рублей. Как ты по 5 рублей получаешь? Скажи мне. 5 рублей? По 5 рублей как ты получаешь? Я очень клевые картинки прикольные делаю. Я их переворачиваю, я там их обрабатываю как-то. Прикольные, сумасшедшие картинки, которые будут отличаться в общей массе. Да, клевые картинки. Очень просто. Еще картинки людей обязательно делаю. Знаешь, вот если там картинку какого-нибудь, ну, чего угодно, там, слово, там, пакет, пол, потолок, ламп. А котики? Как же котики? Нет, там, ну, я говорю, Facebook-то не идет. Нет, короче, я, вот два лица человека, одно лицо человека клево продает. Только какие-нибудь необычные, прикольные там люди. Вот у вас же Кения, но сфоткайте двух каких-то психов, которые поехали в Кению, им там головы подожгли. Вот, что-то такое. У меня есть несколько кейсов. Можно я поделюсь? По поводу контакта, CPA пару лет назад много очень денег тратили, CPA платформы на контакт и закупку рекламы в пабликах. И у нас была компания Нивея. По-моему, это была Нивея Фомэн, когда мы умудрялись покупать лиды, вступление в группу Нивея, размещая рекламу в пабликах, дешевле, чем это сам предлагал контакт. Но после этого, собственно, биржа пабликов тут же была организована. Не за нашей рекламной компанией, а в целом. Тогда это можно было делать. Сейчас, на самом деле, трафик, конечно, сильно подорожал. Вот, это номер раз. Номер два, по поводу порно-трафика, у нас, на самом деле, достаточно был позитивный момент. Это Сиолекс. Не знаю, нужно пояснять, что это за препарат или нет. Это аналог Виагры, для которого мы искали специально порно-трафик. В частности, мы, собственно, размещали рекламу группы в порно-группах, скажем так, того же контакта. В принципе, получалось неплохо. Лидом у нас... Почем? Почем? Почем в деньгах? Почем? Лидом у нас являлась форма, имя, телефон. И для клиента это стоило чего-то там 250, 300, 350 рублей. Ну, что-то в этом роде. Дорого. Давайте по 100. Подогретый телефон, который сказал, да, меня это волнует. Причем, аудитория не только мужчины. И много не мужчин. Женщины, которые беспокоятся о здоровье. Аня, вот к тебе вопрос. Дашь, дорого. У меня вот есть очень прикольный кейс. Это я рассказывал как раз. Хватит перебивать. Извините, Катя. Суть заключается в чем? Вот дорого 250 рублей, а с этой 10 рублей дорого. Я вот сейчас в одной компании в Яндексе, в контексте, в поиске отключил ограничения бюджета вообще. То есть я всегда на всей компании ставлю ограничения. У меня есть только единственное ограничение максимального клика. И ставка 100 рублей. Трафик, детский товар, детская одежда. То есть, да, я удалось настроить на ROI. Мы собрали достаточно статистику. И Яндекс рулит имя на ROI. И мне не важно, какая стоимость клика, если это конвертится достаточно хорошо. И сейчас конверт идет один к десяти. То есть на каждый рубль положен в рекламу, приносится 10 рублей в продаж. Да, к сожалению, специфика такова, что клиенты покупают два кабинезончика детских, чтобы примерить, один и один вернут. Поэтому не все эти 10 рублей возвращаются до конечной финальной продажи. Но все равно, вот, то есть, какая разница, какая стоимость клика. Есть то, что получается в конце. У меня с Фейсбука очень дорогие клики идут на этот же магазин. Но конвертится более-менее хорошо. Меня это устраивает. Я готов и сто рублей платить, и двести, и клиент, самое главное, уже тоже не задает вопрос. Ой, у нас клик стал там тридцать рублей. Хорошо, ладно, принимается аргумент. Да, вот у нас на зала. Вопрос. Не слышно? Хорошо. Вопрос как раз просто в тему про соцсети. Был ли у вас у кого-то опыт того, что, например, в одной соцсети, ну, предположим, контакт конвертировался очень хорошо, та же абсолютно тематика с креативами, с текстами, различные тесты на разные аудитории, но она не конвертилась. То есть она присутствовала в мультиканальных последовательностях, то есть там были контакты, но вот прямых целевых действий там в виде регистрации, заявок оно не давало. При этом контакт, ну, он просто, ну, просто восхитительно работает там практически с минимальным МСПИ из всех источников трафика. То есть в чем может быть причина того, что, в принципе, две соцсети, да, пересечения есть, но при этом, как бы, одна соцсеть, она, собственно, дает хороший результат, вторая, она, ну, результат практически не дает. Можно я отвечу? А как вас зовут, простите? Елена. Елена? Да. Елена, вот есть такой универсальный совет вообще по всем соцсетям, как бы, на самом деле, вот все говорят, все правильно, это хорошо. Как бы, вот возьмите те каналы в соцсетях, да, тот же ВКонтакте, тех людей, группы, точнее паблики и так далее, которых нет нигде вообще в соцсетях, в смысле, которые не размещают рекламу. И выберите себе, примерно представьте целевую аудиторию, разместите там пост. Он будет работать. Еще раз, я не очень понимаю, в смысле выбрать аудиторию, которая что не делает? Нет, просто ваша целевая аудитория в группах, которых нет ни в одной рекламной сети, нету вот в рекламе ВКонтакте и так далее. Это работает на 100% сейчас. Это очень тяжело, да, это со всеми надо отдельно договариваться и так далее, оно работает и все. Да, канал, который не размещает. Елена, можно вам уточняющий вопрос? Вы используете мультиканальную атрибуцию для анализа трафика? Это так, чтобы засыпать? Она сказала, что да. Конечно, да. Поэтому, собственно, я и сказала, что Facebook, он в принципе присутствует в цепочке последовательности где-то, да, это какое-то касание, потому что у нас бывает доходит до 10 касаний в цепочке. Но при этом он прямой конвертации нам не дает, и тоже участие в цепочке, оно минимальное. Ну, то есть там бывает там 2-3 цепочки, да, А что вы продаете? У нас колл-трекинг куон. Что? Колл-трекинг куон. Колл-трекинг куон. Это услуги колл-трекинга. Колл-тач сегодня выступал, а у нас как бы колл-трекинг. И у вас ВКонтакте не продает? У нас ВКонтакт продает вообще отлично, просто прекрасно. А в Facebook не продает? Да. Ну, просто ВКонтакт, там за счет сегментации на группы работает очень круто. В Facebook такой возможности нет. Пробовали различные целевые аудитории. Вообще просто таргетинг по аналитике, то, что в принципе кликается, но при этом кликабельность есть. Нету… А кто ваш клиент? Та же целевая страница. У нас, в общем-то, как может быть, как агентство, но мы рекламу, как правило, ну, как бы на агентство не таргетируем. У нас в основном владельцы бизнесов, либо, потому что мелкие-средние, ну, как бы, либо владельцы, либо маркетологи, которые, как бы, ищут сервисы, просто у нас, как бы, самый, по сути… Нет, вот про маркетологов это ваше утверждение, или вы видите, что они у вас реальны? Нет, зачем? Мы же оцениваем обращение, кто к нам… У нас даже там и арбитражники бывают, и фрилансеры, то есть мы же оцениваем, кто к нам обращается, мы тоже эту аналитику проводим. А вы портрет смотрели, они чем-нибудь отличаются из каждой из сетей? Еще раз я не очень расслышала. Но у вас клиенты, которые приходят из ВКонтакте и которые приходят из Фейсбука, они по портрету отличаются? Не могу сейчас сказать, вот это вот как бы… Мало приходят из Фейсбука, что там оценивать? Нет, приходит много, просто нету целевых действий, поэтому, соответственно… Ну, просто может быть, банальная вещь, может быть, в Фейсбуке те люди, которые сидят, все-таки есть особенность, во всем мире Фейсбук – это а-ля «Одноклассники», это личное пространство. В России Фейсбук заменил LinkedIn. У нас это инструмент для работы. И может так казаться, что в Фейсбуке у вас аудитория просто более продвинутая, нежели та, которая сидит ВКонтакте, одноклассники. Почему тогда ВКонтакт покупают, а Фейсбук нет? Это подозрительно. Да потому что те, которые сидят в Фейсбуке, могут знать другой инструмент, они им пользуются, и у них больше экспертиза. А для тех людей, которые сидят ВКонтакте, они могут совершенно по-другому принимать решения, они не погружены в этот рынок, им не нужны какие-то сложные элементы, им нужно просто понятно. Поэтому люди приходят, видят, окей, мне все понятно, они звонят, заполняют заявку, не знаю, как у вас механика устроена. А здесь вы просто попадаете в совершенно другую аудиторию. И может быть, ваша услуга для них просто неактуальна. Аудитория в общем и целом, она смежна, потому что у нас все-таки есть целевой портрет, мы таргетируем на этот целевой портрет, и понятно, что эта тематика тоже, как бы, в общем-то, понятна какая. Поэтому он тут, ну, как гипотеза возможна, но... Посмотрите количество последовательностей, которые у вас сначала в Фейсбуке увидел, а потом в Контакте пришел и купил. Может быть, дело в том, что в Фейсбук на работе заходят, чаще, и по работе видят, там, действительно, вашу рекламу, она цепляет, и они думают, дома зашли, например, там, не знаю, с мобильного устройства, например, или там дома, с домашнего ноутбука, да, и зашли и купили, потому что вспомнили. Нет, такое тоже есть, но тоже очень мало. Уже какого-то смотрели. Можно я еще кейс приведу, пока воспользовавшись минуткой, немножко переориентирую. Есть, например, такой вид трафика, как инсентив или мотивированный. И у нас есть вот такой позитивный, в общем-то, кейс. Давайте поподробнее про мотивированный трафик. Игровой игрушки. World of Tanks, когда, собственно, поиграя, там, не знаю, сделаешь что-то, мы тебе за это игровую денежку дадим. Да, да, да. Есть, собственно, разные операторы, как то Ростелеком, например. У него есть там разные продукты, связанные с распространением интернета в регионах. В Москве онлайн, соответственно, в регионах, и по всей России это там Ростелеком. Есть такой продукт PON. Это абсолютно тот же самый интернет, но там за какую-то такую минимальную денежку, он очень высокого, хорошего качества. Только это стоит там, ну, условно, на 10 рублей там дороже, чем какой-то вот там подобный продукт. Пожалуйста, собственно, и люди, которые много времени играют в игрушки, им нужен быстрый, хороший интернет, собственно, прекрасно конвертируются в заказы. Причем такого плана рекламодателей, как Ростелеком, они очень там тщательно проверяют заявки. Екатерина, я секунду, я перебью, простите, пожалуйста, потому что Ростелеком, вот у кого из наших слушателей есть из заказчиков Ростелеком? У меня дом онлайн. Ну, то есть, ну, давайте как-то ближе будем. Ближе к жизни. На самом деле, из этого кейса можно... Перейдем разговор, у нас есть кейсы, у нас есть прекрасные докладчики, которые, есть живые кейсы на реальных примерах, которые могут это все вот очень рассказать. Вот давайте вот предоставим слово человеку, как бы он очень... Спасибо большое, я сегодня с прекрасным баритоном, поэтому немножко молчу здесь. Я хотел бы рассказать, потому что вряд ли будет вопрос об этом, да, скажите, кто из вас размещается на ютюбе у блогеров не через не через AdWords? Да вообще, кто-нибудь на ютюбе размещается хоть как-то? Много вас? Леш, я знаю, ты размещаешься. Ну, потому что, наверное, это обычно дорого, как бы. Вот. На самом деле, это рынок, 300 рублей, Ань. Рынок, который... 300 рублей СПМ за непропускаемый прерол, например. Но это тебе сначала надо это видео снять. А то тебе человек языком своим скажет. Тебе не надо видео снимать. Ты можешь купить видео. Я говорю сейчас про обычные платные возможности рекламы, которые там есть, они в среднем достаточно дорогие. Да. Соответственно, рынок уже давно сложился, уже давно на нем не только бьюти-блогеры, не только чехлы для телефонов. Не только школьники, да. Соответственно, блогеры начинают там поднимать свою цену и последние пару лет много кейсов, компаний, которые там продают, ну, скажем так, сервисных компаний. Вот здесь Леша сидит из Delivery Club, он, по-моему, половину ютюба скупил уже. Ребята из Самсунга заходят, ребята из Акса заходят. То есть это вот теми жертв? Нет, нет, нет. Подожди. Смотри, я готов привести примеры и там, ну, скажем так, за 30 тысяч рублей ты можешь купить себе Приведи, давай пример. За 30 тысяч рублей ты можешь купить себе, не знаю, 100 тысяч просмотров. Много, это много. Блогер создаст тебе контент, ну, малый бизнес, ты можешь попробовать ну, имеет смысл тысяч от 15. Ну, вот ты купишь нормальную аудиторию, да, это будет разовый тест. В регионе, вот в регионе магазин, он торгует, там, скажем, не знаю, возьмем Псков, вот там он только в Пскове работает. С этим сложнее. Очень сложно, то есть. Ну, вообще, тебя увидят в Пскове, но, скажем так, в крупных городах есть свои блогеры, которых смотрят. То есть там в Питере парочка, в Новосибири ты еще можешь найти. Все-таки как-никак. Для средних московских прекрасно. Если в Пскове себе отрезать ногу в прямом эфире, давайте посеремся за ютуберов. Безумные просмотры, вообще, и хорошая реклама. Не, ну, кейс, если есть, да, я согласен. Давайте маленький кейс какой-нибудь нормального рекламодателя, не за бешеные деньги. Без денег? Не за бешеные деньги, говорю. Не за бешеные деньги. Не за бешеные, да. А, не задерживать людей. Бюджетный деньги, это продажа без денег, да? Низкобюджетный маркетинг. Перебили человек. Вы за, ну, скажем так, мы покупали для клиента сервисного, я цифры буду дальше говорить, поэтому клиент не за, а клиент, у него есть мобильное приложение, соответственно, основные конверсии происходят там, есть сайт. Мы покупали блогеров за 20-30 тысяч рублей. Это одно упоминание? Нет, это нормальная интеграция, при этом там секунд 20-30 блогер создает контент для тебя. Ребят, вся прелесть в том, что он создает контент для своего зрителя, то есть это не постоянное одно и то же видео, он придумает это, ему нужно, чтобы это не было рекламой для его зрителей, ему нужно подать это интересно. Дальше вы ставите ссылки на ваш сервис в описании к видео, блогер говорит, смотрите, ребят, прекрасный сервис, супер, если он им сам пользуется, он прям готов это сказать. Ребят, я пользуюсь, давайте. Вы получаете инсталл и намного дешевле, намного дешевле, чем вы идете в CPC покупать. И это качественный трафик. Деливери Клаб сделал классный кейс с Teezus Порошок. Кейс шикарный, но это... Это немножко другой кейс был. А просто стоимость вопрос в охвате, то есть и Деливери Клаб это достаточно крупная уже компания. Ладно, фикс с ним, короче, бесплатный кейс по вайберу. О, по вайберу. Мы перешли к следующему пункту нашей программы, это интересно. все эти мессенджеры, да, но Телеграм сейчас работает. Вайберы я делал, ну, так сказать, четыре месяца назад. Ну? Я реально конвертил их в партнерки. Вот Леша конкретно долил на Адметады, там, все вот эти вот дела. Это как заправить образовываться? Да что, просто купил, да, софт, который спамит, умеет спамить по вайберу и достал базу. Просто спам по вайберу, но кейсы в чем? Кейсы в чем? Ребят, послушайте, секунду. Короче, есть вот, да, вот у меня список вот этих людей с телефонами и с именем. Я говорю, Алена, для вас есть бесплатная омолаживающая процедура в Москве. там проспали. Это ты не дошели рекламировались? Сконверсилось, да, там заработал, там 20 тысяч рублей, хорошо, прекрасно, все отлично. Я говорю, идете в Авито, партите все телефоны, смотритесь. Воу, все мы вот и придумаем. Авито там тоже в этом кейсе присутствует. Вот я рассказываю дальше. Дальше пошел дальше. Мне надо, вот, чтобы конверт объявления был круче, да, я говорю, там, Ольга, я от от Марины, от Марины, она просила скинуть ссылку на бесплатную процедуру омолаживания Москве. А имя второе ты откуда брал? От кого-то? На Абум выдумывал? Это рандом. Это великий рандом, который всегда помогает. И первый же вопрос, да, какая Марина? Ну как какая Марина? И дальше продолжался диалог, короче. Там конверсии были просто безумные. Это вообще, то есть, если брать и про спам, там в клике, в конверсии, это какие-то вообще нереальные цифры, куча денег, хорошо все и так далее. Ну, Вайбер это все закрыл. Ну, не суть. Ну, потому что нас таких много стало, как бы все такие умные и делают вот эти там спам-рассылки, всех, наверное, уже не достали. Дальше, что там еще было в этой там выборке, собственно, интересно. Во-первых, это бесплатно. вот. Нету бесплатно. Отлично. Это реклама, где вы платите ресурсы. То есть, человек, который будет спамить, это все... Не, но у меня это дорогой был ресурс, потому что этот ресурс стоил час моего времени, да, час моего времени стоит дорого. Ну, вот и все. Нету бесплатной рекламы, никогда не было. Есть условно бесплатно, где вы временем платите, и есть, где вы деньги платите. Это было условно. Бесплатные публикации. Это кто? У меня не суть зарабатывать с этих мессенджеров и так далее, короче, суть, что это работает. Если вы делаете грамотные выборки, я вот приводил сегодня кейс на докладе, он достаточно интересный. Когда я парсил группы, да, вконтакте, те же, на наличие там определенных телефонов и так далее, чтобы спамить дальше по вайберу, что получалось, что если я просто брал девочек, да, каких-то из группы, у меня это было 30% людей, которые с телефонами, то есть 30% они состояли в вайбере. Если я делал пересечение групп там молодость, красота, там здоровье вот условно, и девочка состоит в трех группах этих, количество вайбер, ну как бы у них... Телефонов наличие? Да, у них составляло 60%. Но так у тебя их всего меньше становится в штуках этих девочек, если ты пересечения построишь? Нет, ну надо большие группы, есть паблики по несколько миллионов, из них ты там 600 тысяч собрал, ну что тебе много там... Нормально, 600 тысяч вполне. вот, и пересекла, там осталось 300 тысяч, у которых есть вайберы, их проспамила, вот тебе счастье, уже идешь сама делаешь бесплатную процедуру. Давайте про бесплатные пиар-публикации, интересно. А можно... Где бесплатные пиар-публикации? Это где? Ну, бесплатные пиар-публикации... Я к тому, что это сейчас все работает в Телеграме до сих пор. Я тебе коронную фразу скажу. Где бесплатные пиар-публикации? Нигде не бывает бесплатных пиар-публикаций. Надо найти дурака, надо найти еще дурака, который будет вам делать эти бесплатные пиар-публикации. Они, конечно, охренительные. Я могу задрочить, я вообще никогда не говорю никому публично, что я делаю эти сраные бесплатные пиар-публикации. Это такая просто головомойка. Это настолько... Сейчас одну публикацию на Форбсе делаю полгода, она у меня не выйдет никак. Полгода я уже трахаюсь с Форбсом. А то есть контент продвижения не работает? Публикацию на Коммерсанте я делала четыре месяца. Это все онлайн-перси. Я про бумажку даже... Да никакого, Аня. Это люди, которые хотят... Унылое говно. Это люди, которые там хотят получить ощущение, спокойствие, что вот теперь, блин, они вот точно все сделали. И SEO Герой дня публикация в Коммерсанте. Нет, бесплатная публикация это все бред. Это, блин, можете почитать на Торшинском сайте и там все популярно написано. Аня, Аня. В иллюстрациях кому непонятно, что такое бесплатная публикация. Вот уж дерьмо, дерьмо. А вот давайте зададим вопрос аудитории. Эта аудитория скучает. А вообще вот до сих пор работает оффлайн-реклама. Кто-нибудь... Особенно это локальные магазины в каких-то регионах. Кто использует оффлайн-рекламу до сих пор для продвижения своих интернет-магазинов. О, расскажите, почему и что вы там делаете? Кроссовки. Целевая аудитория студенты, которые хотят выглядеть круто. Они покупают всякие Air Force. А можно огромное чуть-чуть? Да, да. Можно раздавать листовки у студентов, у институтов. В зависимости от того, что им нужно в сезон. Вы микрофоном здесь не пользуетесь, поэтому я его заберу. И вы останетесь с одним микрофоном. Просто даже банальную вещь можно сделать. А вы-ка, подожди, а вы меряете конверсию с разных ваших активностей? По листовкам, по оффлайну это очень трудно. То есть у вас ковровое бомбометание? Да, да, да. И работает, и все хорошо? Да. Ну вот, человек как бы... То есть тут максимальная простота, находишь человеку и завид, даешь ему листовки, он идет, раздает и в путь. Даже простой пример с наружкой. Вы берете вот рядом с офисом щит и показываете, вот здесь продают такой-то товар. Тоже неплохо работает. Потому что все бегут в интернет, а вокруг вас может быть очень много ваших потенциальных клиентов, которые вас вообще не знают. Но для пермяков канал на ютубе за 30 тысяч дорого, а щит недорого, наверное, да? Щит очень дешево. Этот щит хорошо отбивается, потому что магазин рядом, люди приходят в магазин. Конверсия, когда человек пришел в магазин и на интернет-сайт магазина совершенно разная. И давайте начнем с самого главного. Я не помню, кто из проектов РНГ было сказал, он сказал очень умную мысль. Диджитал-маркетинг умер. Вообще не существует отдельно диджитал-офлайна. Да. Друзья, у меня такой вопрос. Меня зовут Александр. Пока, я прошу прощения, просто представитель довольно узкой ниши, и пока все, то, что вы обсуждаете, это здорово, очень интересно, но неприменимо, я уверен, к половине бизнесов. Создавайте вопросы. Вот, вопрос такой. Вот представим, я не буду про свой бизнес говорить, представим тематику, какую-нибудь узенькую, например, запчасти для фрезерных станков. Пожалуйста, расскажите пару кейсов, как какой-то неожиданный трафик вдруг давал эффект. Я могу рассказать. У меня товарищ один, там, Славик, занимается, в общем, дезинфекцией, то есть, да, там, истребляет всех этих клопов, тараканов, мышей, все. То же самое, он как бы, он владелец бизнеса, сам с этой херней бегает, как бы, травит всех. Вот. Славик хороший парень, как бы, он пробовал много рекламы, реально. Ну, я не шучу сейчас, это вот, это не такой выдуманный персонаж, это реально, как бы, мой знакомый. Вот. Он попробовал директ, он обжегся, он там потратил много денег и так далее. Там вся суть бизнеса заключается в простом вообще решении, потому что они там на, условно, на химикалии, да, тратят тысячу рублей, а с клиента он берет минимум 20 тысяч рублей. Ну, вот, у него минимальный даже заказ, как бы, окупация, и вот там вот эти расходы, он может там экспериментировать. Вот. И проблема в том, что он единственную рекламу, которую осилил, как бы, эта реклама в газете, в метро, в бесплатной, одна публикация, три заказа. Ну, то есть, вот есть у него выход, да, вот этой статьи, как бы, он получил три заказа. Не четыре, не два, не, вот, вот примерно так масштабироваться невозможно, чтобы дальше что-то ему делать и так далее, потому что вот если взять топ, вы посмотрите там по запросам, любым там в Яндексе, в Директе, там вот везде вот они висят, там дезинфекция, дезинфекция, там, алтуфьевого удаления, там, клопов из, ну, из откуда-нибудь. Короче, там везде всего безумная конкуренция, вот такие вот огромные сайты, которые по 10 лет там висят, которые сливают какие-то безумные деньги, там клики за рекламу в Директе не имеют вообще абсолютно просто даже, ну, предела там нету, как бы они стоят максимально, это там такая тема. При этом вот человек имеет заказы, да, с одной газеты, он не масштабируемый и так далее, то есть для него надо искать какие-то, делать что? Да. Ну, вторую газету искать, ну, что ему делать? Ну, не знаю, нет, нет, славяку делать сайт, надо вкладываться с каждого заказа. А если он сразу в авито придет? Да, в авито он есть, к сожалению. И чего, там не работает? Ну, там, 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 да, там мало. Я говорю, вот у него спектр заказов, он ограничен, у него есть определенный ряд источников, и масштабироваться он не может, он не может сейчас вот вложить там 300 тысяч рублей, условно, как бы, и сделать их там в пять раз больше. Вот как раз вопрос по поводу, что делать. Здесь важный момент, вот как раз вот я говорил о той компании, где мы отключили почти все лимиты, кроме максимальной стоимости клика, и у нас там был день, когда мы потратили недельный бюджет. Мы к этому готовились месяца 3-4. Мы туда вложили, пока эффективность росла. Я не помню, там, 1300, наверное, наложили. Сейчас мы стали уже гораздо больше вкладывать в сезон, и добились хороших результатов. Поэтому, по поводу стоимости клика, да, стоимость клика, которая сейчас там, и которую сейчас мы покупаем, конечно же, разная. То есть, если вы хотите сразу прийти и покупать в каких-то там сервисах, сразу по разумной цене, ну, не бывает так. Вы сначала вкладываете, и оттачиваете этот канал. Слушайте, вот я вспомнила, я знаю просто, что у вас за тематика, вы мне говорили, есть очень крутой YouTube канал, я не помню, как зовут этого мужика, у него какое-то дурацкое название канала, который делает классную отделку своими руками. Он такой лысый, мускулистый, прям клевый. Знаете его? Разместитесь обязательно у него. Он себе сделал этот канал, там 1300 подписчиков, и у него очередь на заказы уже там на несколько лет вперед, на ремонт и отделку. И он крутой мужик, ему заказывают не нищеброды. Вот я думаю, его тематика, если вы к нему влезете, нет, еще не влезет. Вот попробуйте обязательно, попробуйте, найдите его, вы его найдете, там строительных тематик не так много на YouTube. Я сейчас не помню, может кто-то вспомнит, есть, ну во-первых, B2B контекст, B2B контекстная сеть, они на B2B сайтах размещаются, есть сайты типа Trade.ru, где заключаются всякие тендеры. Trade.ru, и B2B контекст это одна история. Я знаю, что они вместе. Вот есть несколько сайтов, их, наверное, с десяток до года наберется, где B2B-шники собираются, закупщики и продавцы. На этих сайтах можно тоже работать, получить лиды, уже дальше с ними работать классическим образом. Самое главное, что вы должны понимать, что вы продажу B2B через интернет вряд ли сделаете. Это вы можете получить лид, и с этим лидом дальше работать. Ну, на самом деле, можно я вклинюсь, я просто скажу, на самом деле, если посмотреть с точки зрения, для чего используют в России Facebook, и есть западные сети, в нее многие зашли, в LinkedIn вы можете разместить рекламу, она по кликам там стоит дороговато, но там стопроцентная B2B-шная аудитория, и вы можете старгетироваться там на реально там заводы, которые могут это использовать, кому нужно, ну, как бы, выходить. Те компании, которые выходят на международный рынок, там, как закупщики, как прочие, можно сегментировать им, впрочем, до показа рекламы, так и прямого обращения. И там есть несколько примеров, когда действительно это работает, и это стоит настолько копейки, что клиент в итоге сам, ему написали инструкции, что делать, и он посадил у себя девочку, и она просто обстукивала этих людей, потому что там их удобно было найти, и у нее были продажи, и никакого там супербюджета даже не понадобилось. А дайте Васечке задать вопрос, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Меня зовут Василий. Очередь, очередь. У нас два Васечки. У меня… А, не, садись, Вась, садись. Вот человек еще задает вопрос. Добрый день. Меня зовут Андрей Травин. Я 21 год работаю только на эти рынки. Я не знаю, что происходит в округе. Вот на нашем рынке обычно, когда говорят, где брать трафик, идет речь больше не про сети, а про конкретные площадки. То есть, ну, как бы речь идет о том, чтобы полить темы. Потому что вообще, я говорю, примеров того, что просто трафик работает даже из баннерных сетей, это и сколько угодно. И можно офисный ТС, а ТС продавать только на порно-трафике. У меня так друзья делали. Ну вот смотрите, если брать наш вариант IT, то, например, сколько я помню, работает хабра-хабра. Допустим, вот как пример того, что надо полить. В 2009 году, например, я разместил там всего лишь одну публикацию о веб-визоре, и каждые две минуты шло регистрация в системе в течение суток. И это продолжается до сих пор, правда, после разделения хабра-хабра больше работает та его часть, которая сохранила имя хабра. Ну и в целом, можно замерить в нашей сегменте. Я думаю, что во всех сегментах есть большое ограничение по площадкам, даже если брать не только хорошие, а любые. Когда я померил, сколько можно разместить публикаций о эквайринге, то я нашел, ну как бы за полгода, 400 публикаций. То есть это, как бы я уперся в потолок. Для, допустим, нет, не 400, 700. Вот 400 я нашел для купи-випа, для доверительных сервисов, там отзывов. То есть всегда это будет какое-то количество сотен публикаций, которые можно делать бесплатно, если говорить о публикациях не только в коммерсанте и ведомостях, которые все действительно делаются по одному разу. Так вот, может быть будете палить не сети, не ретаргетинг, не что-то еще, а просто где брать трафик? Ну конечно, называйте свои тематики, мы будем называть площадки. Почему нет? Я работала с многими площадками. Хабр, конечно, работает, но топ-визор там и не только благодаря Хабру, и благодаря тому, что это был 2009 год, там все это только поднималось. Хабр очень крутой, да, очень крутой. На большом виде реклама работала. А дайте вопрос задавал. А, все уже. Я хочу защитить, на самом деле, YouTube, меня Василий зовут. Тут я вижу, очень скептически относятся к нему. Ну вот мой кейс. Я купил у Юлика, ну есть такой блогер в YouTube. Julius Peak. Julius Peak. За 2000 рублей, тогда у него были 2000 рублей скетчи, купил скетч по магистратуре. И за примерно там за 5-6 месяцев общей сложности, простите, сложности, я получил где-то 8-9 заявок и две продажи. Это две продажи, покупки вот этого вот, тематика какая? Ну образование, образование, высшее образование. Можно я прокомментирую? Просто здесь вопрос заключается важным, не в том, почему у нас такой скептичка. Вот у меня скептичка отношения по одной причине. Есть каналы, из которых я там за определенный временной промежуток могу достать такой-то объем трафика, такой-то продаж. Просто я могу бегать за непосредственно там публикациями, за блогерами на YouTube, с ними договариваться, да, но за это время я могу в магазин привезти немножко другой объем. То есть, в принципе, здесь важный момент заключается, наверное, не в том, что YouTube плохой канал. Я придерживаюсь того, что нету плохих каналов. Есть опыт и навык работы с ним и просто надо правильно заточить. Вопрос просто вот сейчас за вот этот промежуток времени сколько я получу оттуда лидов? Два-три лида для интернет-магазина это ничего. Слушайте, ну этот трафик, он там разместил, ролик пошел, там за три дня это упало. Это тоже очень быстро. Я просто еще прокомментирую, очень важный момент по поводу YouTube. Я видела очень мало поднятых рук, которые там работают с YouTube, почти никто не работает. Просто сейчас всех талантливых мальчиков и девочек с YouTube, они подсаживаются на продюсеров. И если вот здесь сейчас рассказали кейс, когда у Юлика стоило вот это все, он скетч отдельно сделал, он ролик отдельно сделал, брать продукты стоило 2000 рублей. Сейчас у него это стоит 10 тысяч рублей. А если вы очухаетесь через полгода и пойдете по всем этим площадкам, они будут стоить там и 20 тысяч рублей. С YouTube надо начинать работать, потому что сейчас можно делать и за тысячу, и за две, и за три тысячи рублей А зачем мне по ним идти вот именно вот по Юликам и прочее? Юлик это просто пример. Нет, просто на самом деле в YouTube достаточно много блогеров. Совершенно верно. Которые не набирают ни полмиллиона, ни миллион просмотров, у которых там 5, 6, или 10 тысяч просмотров. А вы считаете, получить охват 10 тысяч уникальных просмотров это мало? 10 тысяч человек целевой аудитории, это очень круто. Я тоже считаю, что это очень круто. Ну, соответственно, если можно найти тематический канал, который вот рассказывает про нишу близко. И там человек будет продавать и сегодня, и завтра за тысячу рублей, потому что у него нет толпы рекламодателей. И как бы будет все хорошо. Я вам говорю, что ютуберы пересаживаются под продюсеров. Это крупные ютуберы, и задача продюсера в том числе дать ему там подписчиков на канал. Я говорю, если у него есть 30 тысяч подписчиков, это ничто. Он уже сидит под продюсером. И у него уже будут дикие ценники. Я еще добавлю, что ребят с 5-10 тысяч просмотров вам еще самому придется учить. Половине из них будет неинтересно. С половиной ты будешь договариваться, бегать за ними, соплями подтирать. Ну, выложи, пожалуйста, мой ролик. Ну, такой специфический рынок. Ребят, у нас на самом деле остается 5 минут до таймера. От 30 тысяч это уже люди, которые готовы делать бизнес. А мы обещали кому-то провести там что-то. Давай последний вопрос и проведем. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Ниша производства тротуарной плитки и продажи. Опыт и розница. Так как мы говорим об интернет-рекламе, я бы хотел узнать, кроме контекстной рекламы, как продавать тротуарную плитку. Потому что город, в котором продаем, это Барнаул. Запросы в Ворстате низкие, около 600, кажется, тысячи месяцев. Ну, понятно. Тротуарная плитка в Барнауле не очень пользуется спросом через интернет. Как продать? Да, как продать. Вот, ребята, вот мы проводим вам бесплатный аудит. Где взять трафик в Барнауле тротуарной плитки? Начать банально с оффлайна. Интернет-магазин это инструмент, где вы оформляете заказы. То есть это преимущество, которое вы можете дать клиенту. Нет, где взять трафик? Хватит мыслю по требу растекаться. Где? Площадка? Не знаю. Так оттуда же взять. Просто если в Барнауле нету этого трафика в онлайне, надо искать в оффлайне. Не обязательно только замыкаться на онлайне. Миша, одноклассники вот говорят. Давай. Ну, на самом деле, банально, если вы таргетированы рекламы в одноклассниках, сделайте. Да, у вас там есть возможность как таргетироваться на целевую аудиторию по географии, по полу и прочей сегменты, так и интерес. Есть интерес, связанный со строительной тематикой в целом. И плюс география. Вот у вас два таргетинга вы запустили, вы немного денег потратите, но у вас будет однозначный результат, потому что там конкурентов вам практически нет. Все же бегают сразу в контекст заливать рекламу, а таргетированная реклама в регионах сейчас, ну, очень сильно недооценена услугами. Редактор субтитров А.Семкин